Добрый день, уважаемые коллеги! Я бы хотела вам представить достижения науки, которые позволили создать технологию и вакцину для коронавируса. Но для начала я предлагаю взглянуть на те механизмы, которые лежат, собственно, в основе жизни, в основе клетки. И именно благодаря этим механизмам мы дальше подойдем к разработке самой вакцины. Клетка у нас устроена схематично следующим образом. То есть у нас генетический материал находится в ядре, оно отмечено... Вот здесь оно находится. В эукариотических клетках, то есть, например, в клетках людей у нас генетический материал представлен в виде хромосом, который состоит из плотно упакованной молекулы ДНК или дезоксирибонуклеиновой кислоты. С точки зрения химии, это полимер линейный, который состоит из четырех типов мономеров азотистых оснований. Также ДНК у нас присутствует и в митохондриях. Это такие органоиды-клетки, которые отвечают за биосинтез, за энергетический баланс клетки, который обеспечивает ее энергией. Второй самой важной молекулой в клетке является РНК. Либонуклеиновая кислота. Это также линейный полимер, но он имеет некоторые отличия. Во-первых, если ДНК у нас отвечает за хранение, реализацию передачи следственной информации потомкам, то есть это такая некая библиотека, то РНК у нас как раз такие рабочие лошадки, которые отвечают именно за реализацию в клетке всех этих процессов. РНК у нас бывает нескольких видов. Первый МРНК, который будет использован в вакцине. Это просто линейная молекула, которая несет информацию о каком-то, например, одном гене и позволяет синтезировать на ней белок. Также РНК бывают транспортными. Они имеют вот такую интересную форму. И на каждый вид аминокислот в клетке есть своя транспортная РНК, которая те аминокислоты узнает, захватывает и приносит к месту синтеза белков. И третий важный вид РНК, он вот такой вот сложный, он входит в состав рибосом. Рибосома это как раз органоиды клетки, которые за синтез белка отвечают. То есть фактически все вот эти молекулы, они с разных сторон обеспечивают процессы биосинтеза в клетке. Есть некоторые различия, на которые нам нужно обратить внимание. Если ДНК у нас представлено в виде двойной спирали, то есть это линейная молекула 1 и ее как бы антикопия 2. Все азотистые основания имеют свою пару ОДНК. То есть напротив аденина у нас всегда стоит тимин, напротив цитозина всегда стоит гонин. Это обеспечивает возможность к самокопированию. То есть когда у нас две цепи расплетаются, на основе каждой из цепей можно достроить просто обратную Е и получить две копии этой же молекулы. Вот собственно так начинается деление клетки. В то время как РНК у нас представлено только одной цепью, и этого вполне достаточно для того, чтобы синтезировать с нее белок. Плюс есть некоторые отличия в азотистых основаниях. Три основания у нас общих. Вот эти вот. А в ДНК у нас есть еще четвертая тимин, в РНК же у нас урацил. Химически они достаточно похожи, отличаются всего одной CH3 группой. Почему? Мы сейчас с вами на это все смотрим. В процессе разработки технологии, которая позволила создать вакцину, как раз важное место уделяется вот этому азотистому основанию. Мы к этому позже вернемся. Как собственно происходит у нас в клетке биосинтез белков? Схематично у нас есть ядро, в котором находится ДНК. Синтез МРНК для какого-то одного гена происходит точно так же в ядре. Затем это МРНК у нас транспортируется в цитоплазму, где находятся рибосомы, транспортные РНК и собственно все мономеры для строительства белков. И на основе той информации, которая закодирована с помощью как раз последовательности азотистых оснований на МРНК, у нас рибосома как бы сцепляет между собой аминокислоты, получается последовательность белковая. Что же происходит у нас в вирусах? То есть все вот это было верно для клеток живых организмов, для эукариотических. У бактерий все работает достаточно похожим образом, но там с некоторыми отличиями. А у вирусов все несколько иначе. Вирусы сами по себе вне клеток вообще не живые. В них ничего не происходит, они как такие конструкторы лего, просто лежат на поверхностях, и внутри нет ни воды, ни метаболизма, никакого обмена с внешней средой, вообще ничего. Но как только вирус у нас попадает внутрь клетки, начинается самое интересное. Но как же он это делает? Вирус у нас состоит из нуклеиновой кислоты, которая содержит информацию о том, как он должен быть устроен. И эта нуклеиновая кислота у нас упакована в зависимости от вида вируса, либо просто в какую-то белковую оболочку, либо в более сложную структуру, которая содержит и белковую, и липидную оболочку. Ну то есть это просто структура, которая защищает наследственную информацию от каких-то внешних воздействий. Можно вопрос сразу? Конечно. Из зала. А вот все-таки вирус, это в терминах, потому что вы на предыдущем слайде рассказывали, это что? Это ДНК, РНК или ни одно из этого всего? Это объект, который состоит из либо ДНК, либо РНК, вот здесь в серединке. То есть бывают ДНК-вирусы, бывают и РНК-вирусы, в зависимости от их эволюции, скажем так. То есть как бы в разных вирусах может быть немножко по-разному. То есть есть двухцепочечные, да? Бывает такое, да. Бывает. Более того, бывают даже двухцепочечные РНК-вирусы. То есть у вирусов там несколько все по-особенному. И именно, допустим, вот наш ковид, это РНК-вирус, и это дает ему возможность немножко схитрить. Ну то есть если у нас ДНК, у нас ДНК должна сначала оказаться в ядре, чтобы как-то потом начать реализовываться. А РНК можно просто поместить в цитоплавинку, и с нее уже начинают синтезироваться белки. Все вообще чудесно удобно. Можно еще туда уточнить? То есть вот из картинок слева ощущение складывается, что это все формы вирусов, да? Да, это разные формы вирусов. То есть это значит, что это, похоже, не просто одна лишь ДНК или РНК, но тут еще есть какие-то оболочки. Да, это ДНК, которая снаружи покрыта белковой оболочкой. Правильно. Но это не клетка, да? Нет, это не клетка. Это именно вирусная частица, которую нельзя назвать клеткой. Понятно, спасибо. Вот. Правильно отметили, виды вирусов бывают очень разнообразными. Есть даже вирусы, которые специфически заражают только бактерии. Они называются бактериофаги. Вот таким образом они выглядят. Похоже на таких пауков. Мы сегодня сосредоточимся на коронавирусе, который, собственно, вызвал пандемию. Как он устроен? Это достаточно такой сложно организованный вирус. Внутри у него молекула РНК, одноцепочечная, которая содержит всю нужную информацию. Снаружи он покрыт белковой оболочкой и еще некоторыми вот такими вот, так сказать, шипами, которые состоят тоже из белка. Но помимо шипов есть еще вот здесь розовым отмечены другие виды белков. И есть у него еще биолипидная мембрана, как у клетки. То есть это вот достаточно такой сложный вирус. Можете видеть, что он достаточно маленький, 120 нанометров, крошечный размер. И основное внимание, конечно, нужно уделить S-белку. Потому что, чтобы коронавирус попал в клетку, вот этим именно S-белком он прикрепляется к клеточному рецептору, который затем позволяет ему попасть внутрь клетки. И к этому же S-белку, собственно, и созданы были заранее все, спойлер такой, все вакцины. Он состоит из трех субъединиц одинаковых. Вот здесь есть даже некоторое моделирование, как он устроен на основе аминокислотной последовательности. Вот такой вот фолдинг смоделировали. Можно еще вопрос? Конечно. Вот если можно на предыдущий слайд, пожалуйста, вернуться. Я просто хочу разобраться в вопросе. То есть что здесь определяет развитие этого вируса? То есть вот есть, допустим, начнем мы с РНК, который есть внутри. Каким образом эта РНК, если только ее, например, клетка потом синтезирует, как вы, наверное, дальше расскажете, да, заставляет вокруг построиться мембрану с такими шипами? А сейчас расскажу. А, вот это все будет, да? Да. Сейчас мы просто там дальше красивые картинки, я как раз к этому перейду. Давайте посмотрим сначала вкратце, что у нас происходит с клеткой, когда в нее попадает вирус, а потом чуть-чуть подробнее. То есть у нас получается вирусная частица, допустим, мы ее вдохнули. Допустим, это у нас клетка эпителия легких. Вирус подходит к клетке. На клетке есть рецепторы. Вот он здесь такой маленький изображен. И эти рецепторы у нас очень точно подходят к шиповидному белку. Ну, точнее, наоборот, шиповидный белок очень точно подходит к рецептору. Соответственно, белок прочно связывается с рецептором. И в виде вот такого вот пузырька у нас, за счет того, что вирус прикрепился к мембране клетки, он может в нее проникнуть. Он в нее проникает, затем оболочка раскрывается, и в цитоплазму у нас выходит МРНК. Чтобы у нас собралась вот эта вся вирусная структура, нам нужно с этой МРНК синтезировать белки вирусные. То есть МРНК у нас содержит информацию о последовательности всех-всех-всех вирусных белков, которые составляют вот эту частицу. И для того, чтобы это сделать, вирус пользуется системами клетки. Ну, то есть клетки же у нас тоже синтезируют белки. В клетке вот здесь вот должны плавать огромное количество своих собственных МРНК, на которые они синтезируют белки. Для этого у них есть рибосомы, органоиды. И вирусная МРНК просто пользуется клеточными рибосомами, начинает синтезировать свои белки, а клеточная тормозит, ну, потому что вирусу это выгодно. После того, как насинтезировали все нужные вирусу белки, они складываются определенным образом. И там есть такой момент как бы автоматического собирания всех. Ну, то есть когда уже есть детали вот эти, они автоматически собираются в структуру вот эту вот, имеющую внутри МРНК. И в таком вот виде уже покидают клетку. Хотим ли мы подробнее об этом поговорить? Вот, то есть отвечая на ваш вопрос. Да, получается, энергию для этого всего она берет из клетки. Да, и структуры тоже. То есть если просто бы у нас была одна РНК или МРНК вируса, и даже рядом лежали бы все нужные ингредиенты из белков, но не было бы вот этой энергии из клетки, тогда бы он не смог собраться, да, в этот вирус, потому что у него нет своих механизмов. Ну, у него даже нет механизмов для синтеза белка. Он тоже клеточное все это берет. То есть он берет все вот эти аминокислоты, которые в клетке. Он берет рибосому, которая все это делает. АТФ клеточные, которые тратят энергию, чтобы аминокислоты друг с другом соединялись. Да, да, это все паразитирует на клетке. Соответственно, все клеточные процессы у нас глушатся в этот момент. А процессы вирусные, наоборот, имеют преимущество. Это и позволяет вирусам и частицам копироваться в огромном количестве. То есть у нас из РНК копируется, получается, много копий этой РНК, на каждой синтезируются, значит, эти вирусные белки собираются, мы получаем огромное количество вирусных частиц, которые затем покидают клетку и распространяются дальше по организму. Ну ладно, спасибо большое. Такой еще вопрос, он наверняка в школьной программе был, я уже просто забыл это все. То есть вот в клетке есть ядро, в котором есть ДНК, да, значит, в самом ядре по всей видимости ничего не происходит, если я правильно помню. В самом ядре у нас происходит синтез МРНК. МРНК, и потом это все выплескивается в клетку. Да, МРНК в цитоплазму уходит, и уже там синтезируются белки. И поэтому, если вирус попадает в цитоплазму, да, то цитоплазма это воспринимает как такую же часть. Не совсем. Как клеточная. Не совсем, вот смотрите, как тут у нас все интересно. То есть вирус попадает, но организм, если бы совсем не воспринимал, мы бы давно все погибли, ничего бы не вышло. Вот, то есть у организма есть огромное количество своих собственных систем, которые позволяют ему эти вирусы распознавать, каким-то образом на них реагировать. И этих систем несколько. Первое – это врожденный иммунитет, с которым мы рождаемся. И он такой, он очень быстрый, но он при этом не очень специфичный. То есть организм такой, есть какой-то вирус, и мы должны как-то на него реагировать. Вот примерно таким образом. То есть он говорит аларм, но он недостаточно специфичен, чтобы вот конкретный вирус в момент уничтожить. То есть организму нужно познакомиться с патогеном, чтобы в следующий раз как-то на него уже очень быстро и специфично реагировать. Как же организм вообще понимает, что у нас патоген попал? Ну, то есть как он его отличает? Внутри клеток есть рецепторы специальные. Вот у них есть английские названия, как бы я не думаю, что это нам сейчас необходимо. В общем, ключевое, что внутри клеток есть специальные рецепторы, которые знают, что есть ряд наборов, ну, каких-то критериев, по которым они считают, что вот эта молекула, она чужеродная. То есть это как бы фактор патогенности называется. Вот, соответственно, вирусную МРНК или даже кусочки вирусных белков, они воспринимают как факторы патогенности, и в ответ на это начинают активировать сигнальные пути. То есть клетка уже в ядре начинает синтезировать белки, которые выходят наружу, сигнализируют всему организму, что какая-то произошла беда, попал патоген, нужно срочно активировать иммунитет и что-то с этим делать. То есть стоит вирусу сюда попасть, вот это вот все начинается. Но как бы идет такая борьба, как знаете, между вирусами и антивирусами на компьютере. То есть постоянно эволюционируют вирусы, постоянно пытаются избежать вот этих вот систем, как-то там приспосабливаются, чтобы замаскироваться и не дать клетке возможность отреагировать достаточно быстро. А клетка, в свою очередь, пытается отреагировать, иначе она не выживет. Ну то есть это вот такая вот игра происходит все время. Соответственно, у нас запустился сигнальный путь, который говорит организму, что нужно включать иммунитет. Плюс кусочек вирусного белка вот с помощью вот такой штуки, это называется главный комплекс гистосовместимости, помещается на поверхность клетки и торчит наружу. Это позволяет белкам, которые как бы полиция, которые называются, ой, не белкам, простите, клеткам, которые отвечают за уничтожение зараженных клеток, они называются макрофаги, увидеть, что клетка заражена и ее уничтожить. Вот это вот один способ защиты. Когда же у нас вирусные частицы попадают не только в клетки легочного эпителия, но и в иммунные клетки, например, вот есть такая клетка, она называется дендритная клетка. Если вирус попадает в нее, то есть происходит вот внутри все то же самое, точно так же она на поверхности вот эту штуку создает с кусочком вирусного белка, но дендритная клетка у нас не прикреплена к легким, она может свободно перемещаться по организму, она плывет в лимфоузлы, где лимфоцитом показывает, ну то есть это так и называется, презентует антиген, то есть кусочек вируса, который точно патогенный. Она его презентует вот таким клеткам, которые называются это хелперы, то хелперы в ответ активируются и запускают в первую очередь синтез антител к этому антигену, ну потому что если организм с ним встречается первый раз, он еще не знает точно, что это такое и не имеет каких-то специфических способов борьбы. Поэтому запускает синтез антител, чтобы приобрести эти способы борьбы, и также активируются еще клетки, которые называются это киллеры, которые просто тоже идут и узнают все клетки вот с такой меткой и уничтожают их. Соответственно, вот этот процесс, он достаточно длинный. Ну то есть я думаю, вы слышали, что во время болезни антитела образуются там вообще не в первый день, а может быть через две недели или через какое-то количество дней. Соответственно, вот это происходит долго. И пока это не произошло, организму нужно как-то справляться. Ну то есть он пытается справиться как раз с помощью вот каких-то там макрофагов, либо еще в межклеточной жидкости есть такие растворенные белки, которые, когда сталкиваются вот с вот этой штукой, они запускают гибель клеток. Называется система комплимента. То есть организм как-то пытается справиться. Особенность коронавируса заключается в том, что он максимально долго маскируется от системы иммунной защиты. И когда уже достаточно большая становится вирусная нагрузка, иммунитет наконец-то это все замечает и очень сильный дает ответ как раз вот этих вот сигнальных молекул, которые называются цитокины. И, собственно, шторм из этих сигнальных молекул зачастую и вредит организму. Тоже там половина вреда. Это как раз от того, что иммунитет сначала проморгал вирус, а потом, когда вируса стало уже очень много, очень сильно ответил. И таким образом организм подразрушил. Вот такая как бы у этого вируса есть особенность. Соответственно, зачем мы все это сейчас с вами обсуждаем? Чтобы создать какую-то вакцину, нам нужно познакомить организм заранее, до того, как попал вирус, с его антигеном. То есть с кусочком вирусного белка. То есть чтобы создалась вот такая же штука, и иммунитет начал с ним знакомиться, синтезировать антитела. И затем эти антитела у него будут храниться, ну или очень долго, или бесконечно в клетках памяти. И когда в следующий раз уже организм встретится с вирусом, их синтез произойдет очень-очень быстро. Эти антитела будут прикрепляться к антигенам на поверхности зараженных клеток. И таким образом маркировать зараженные клетки для тех клеток, которые их будут уничтожать. Ну то есть это такие черные метки, которые быстренько промаркируют все зараженные клетки и вылечат организм. Соответственно, переходим плавно к вакцинам. Как бы когда мы, допустим, ну либо когда человек сам встречается с вирусом, либо когда его вакцинируют, сначала идет вот это вот знакомство организма и синтез какой-то первой партии антител. Это происходит, ну допустим, вот на уровне 0,2. Ну на абстрактном. Когда же второй раз организм встречается, синтез идет уже гораздо мощнее, гораздо быстрее. Вы можете вот посмотреть по оси Х, у нас время в сутках. То есть здесь у нас буквально там на вторые сутки начинает какой-то пытаться синтез. Здесь уже на первые сутки у нас по экспоненте возрастает иммунный ответ. Как раз вот это и является способом защиты организма. Вот здесь у нас есть какие-нибудь вопросы по этой части? Хорошо. Примерно таким же образом будет отвечать иммунитет на вакцину. Ну то есть это аналог предыдущей схемы. Вот просто несколько иначе представленный. Если мы здесь уже разобрались, я предлагаю немножко перейти к самим вакцинам. То есть если нам нужно познакомить организм с кусочком вирусного белка, есть ряд способов, как это сделать. Первый способ, который вот как раз мы сегодня обсуждаем, но это самая новая технология, раньше таких вакцин не было. Это как раз доставить в организм МРНК, которая содержит информацию именно вот о кусочке вирусного белка, который нас интересует. Соответственно, он будет синтезироваться в организме, и организм с ним познакомится. Это достаточно крутая новая технология, к которой было очень сложно прийти, но она, во-первых, безопасная, потому что никаких вирусов она в себе не содержит, и нет никакого шанса, что человек серьезно заразится или заболеет. Второе – это доставка. То есть нам нужно преодолеть только главную клеточную. Я вот просто хотел уточнить для себя. То есть вы говорите, доставка, именно белок вирусный туда. Значит, под белком мы что здесь имеем в виду? Ни ДНК, ни РНК? Не-не-не, подождите. А вот эти вот. МРНК мы доставляем в клетку кусочек, и она начинает работать как целый вирус. Ну то есть вот целый вирус пользовался у нас клеточными системами для синтеза своих белков. Да. Мы доставим не целый вирус, а только маленький кусочек его генетической информации, и тоже с помощью клеточных систем на основе этой генетической информации будет синтезироваться вирусный белок. Но не весь вирус, а только тот кусочек, который нужен для активации иммунитета. То есть из всей МРНК мы вырезаем кусочек? Да. И она все равно будет синтезировать какой-то белок? Да. Только что? Будет какой-то укороченный белок? Ну, вирус у нас состоит из огромного количества белков. Не только вот эти шиповидные сейчас. Вот. То есть вирус, соответственно, ему нужны какие-то белки, чтобы внутреннюю структуру сохранить. Потом, чтобы вот эту оболочку сформировать, нужны другие белки. Чтобы... Ну а мы только вот этот. Только кусочек. Да. Да, только кусочек, который за S-спайк, вот этот протеин, отвечает. И когда клетка вот выставляет свой маркер, который вы показывали, там, МНС или MHC, это вот как раз вот этот шип он выставляет, что ли? Он выставляет свой собственный маркер, к которому прикреплен шип. То есть вот эта штука, главный комплекс гистосовместимости, это как бы предустановленная настройка на всех клетках живых организмов. Она им нужна для того, чтобы сигнализировать иммунитету, что у нас тут какая-то проблема. И к этому комплексу прикрепляется вирусный белок. То есть это такая платформа, которая позволяет продемонстрировать окружающим клеткам, что здесь какая-то проблема. А тем не менее, вы говорите, если я правильно понял, что, скажем, эти макрофаги, они не в межклеточном пространстве эти вирусы вылавливают, где, казалось бы, вот эти вот шипы прямо торчат, и можно было бы, да? Там тоже они могут это делать. Ну, то есть все-таки получается, уже только когда клетка фактически обречена, и вот у нее есть вот этот шип, да, она вот клетку будет убивать. Да, будет. Или же все-таки она убивает и вирус сам по себе. Вирусы сам по себе убивать, если она их встретит в межклеточном пространстве. Или клетки. Ну, то есть, чтобы у нас вирус в межклеточное пространство выпал, то есть у нас же барьер организма – это клетки. Сначала вирус попадает в эпителиальные клетки, уже потом, когда он там подразмножился, он выходит в межклеточное пространство и заражает рядом лежащие клетки. То есть должно совпасть. То есть вирус, конечно, циркулирует и внутри организма, макрофаги и там его встречают и съедают. Но и просто даже если макрофаги съедят все вирусы в межклеточном пространстве, за это время внутри клеток они размножатся в таком количестве, что это будет… Ну, да, понятно. Ну, то есть, в общем, вот этот, если я проявляю, механизм, он внешние признаки показывает этого вируса, да? Да. Что вот он внешне выглядит как там шиповидное… Да. Но не само МРНК, да? То есть он не показывает. Потому что… Вот этот механизм? Да. Да, именно так. То есть МРНК у нас попадает сначала… Ну, даже в вакцине, которые, в общем, вместе с вакциной мы помещаем в организм, она точно так же у нас проникает в клетку, но только внутри вакцины МРНК у нас окружена не вот такой вирусной оболочкой, а просто липидной мембраной искусственной. Ну, то есть это такая липидная капелька, внутри которой РНК. И она за счет того, что мембрана клетки у нас тоже состоит из липидов, она совершенно легко попадает внутрь клетки, и внутри клетки она уже… Ну, она была специально подготовлена, поэтому она прекрасно работает, на ней синтезируется вот этот вирусный шиповидный белок, и потом он, собственно, помещается вот сюда и говорит, смотрите, мы тут имитируем заболевание, нужно иммунитету отреагировать. Вот все-таки внутри самой клетки что… То есть должен же быть какой-то механизм, который говорит, вот смотри-ка, у меня раньше такого белка не было, а вот теперь какой-то белок появился чужеродный, то есть как-то система узнавания есть. Да, есть факторы патогенности, это как бы такая тема, они еще изучаются, то есть есть определенные, например, сейчас объясню, МРНК у нас состоит из, ну, грубо говоря, последовательности букв. Вот, и эта последовательность букв частично описывает последовательность аминокислот, но на краях еще имеет некодирующие области, которые как раз такие регуляторные, которые как раз описывают, например, что это там своя или не своя РНК, например, что у нее там какая-то определенная есть последовательность, которая характерна для вирусов, а для человеческих клеток не характерна, и рецепторы об этом знают. Вот, может быть так, либо, например, это МРНК, ну, клетки модифицируют определенным образом свои молекулы, то есть в простом варианте у нас просто последовательность из четырех букв, но на самом деле, как бы, внутри клеток есть еще сверху на этих буквах различные метки, которыми клетка маркирует, что это свои белки, а как бы если, допустим, в белки без маркировки попадают или нуклеиновые кислоты, то клетка говорит, ага, вот эти уже чужие, сейчас мы будем реагировать. То есть когда уже в цитоплазме клетки плавает белок, да, то есть есть еще что-то, что его считывает? Это рецепторы. То есть вот то-лайк рецептор, например, он узнает вирусную РНК, то есть это тоже некий белок, который по своей форме определенными местами может распознать какие-то участки вирусных РНК и на них отреагировать. А почему он этого не делает до того, как начнется синтез внутри? А потому что вирусному белку же это невыгодно. Те вирусные белки, на которые вот так он реагировал, не выжили в эволюции, соответственно, выжили только те, которые могут как-то от этого уклоняться. Ну то есть это же несовершенный механизм, он там на какой-то процент работает и позволяет иммунитету отреагировать, но он недостаточно хорош, чтобы совсем заблокировать вирус, и вирус совсем никакой реакции не вызвал. Спасибо. Вот. Так вот, вакцины. То есть самая крутая новая вакцина – это как раз МРНК, которая помещена в липидные мембраны. Но есть еще альтернативные способы доставки информации об этом вирусном белке в организм. Самое популярное, ну, по крайней мере, наибольшее количество компаний, у которых была одобрена вакцина векторная, и российская, вот это спутник ВИК, которая наша, тоже векторная вакцина. Как она устроена? Это не РНК, а ДНК. И она упакована в другой вирус. Аденовирус. Аденовирусы у нас вызывают просто простуду. Соответственно, организм их уже знает, но из вот этих аденовирусов, в которые была помещена кусочек вирусной ДНК, он как бы, он безопасный. То есть из него удалили те гены, которые отвечают за вирулентность и способность, простите, размножаться в клетках. Соответственно, когда он попадает в организм, с помощью вот этой аденовирусной системы он проникает в клетку, с помощью этой же аденовирусной системы ДНК помещается в ядро, и там начинается синтез МРНК вот этого вот. То есть того, что в этой вакцине сразу помещали в клетке, то здесь через вот три дополнительных этапа это происходит. Нужно сначала эту ДНК в ядро доставить, а потом начинается там уже синтез МРНК, он выходит в это плазму, и далее все то же самое, что вот здесь. То есть процесс, который происходит в организме, он вот как бы удлиняется на вот эти три этапа. В целом это рабочий метод. Много вакцин было сделано для других заболеваний таким же образом. У него есть определенные ограничения и сложности, в том числе, что организм может просто выработать иммунитет к самому вот этому вектору, и вакцина перестанет работать, например. Плюс довольно сложно это все изготавливать, ну потому что нужно нарабатывать вирусные частицы, потом как бы, а нарабатка живых вирусных частиц, это все равно достаточно сложный процесс, который не очень удобно масштабировать. А если говорить вот об этом, то искусственную РНК просто синтезируют в пробирке, ну фактически в неограниченных количествах. Это очень масштабируемый метод. Я потом в конце покажу процент людей, вакцинированных вот этими вакцинами, и всеми остальными, вы увидите, насколько эффективнее масштабируются вот эти технологии. Третий вариант – это ДНК-вакцина. Она не упакована ни в какой вектор, это просто плазмида, которая содержит кусочек ДНК, который тоже кодирует вот этот вирусный белок. Единственный одобренный на сегодняшний день производитель – это вот в Индии удалось им запустить в производство такую вакцину. Она тоже работает, имеет некоторые ограничения. В плазмиде довольно сложно попасть в клетку. Ну то есть это просто достаточно большой кусок ДНК, который ему нужно тоже каким-то образом попадать в клетки. Он больше, чем кусочек вирусной РНК, ему сложнее. Плюс то, что это ДНК, ей нужно попадать еще в ядро, ей нужно преодолевать 2 мембранных заслона, так сказать, клеточных. Также есть вакцины на основе убитого вируса и на основе ослабленного вируса. Убитые вирусы, их либо нагреванием, либо добавлением формальдегида, либо еще каких-то вещей, ну сначала размножают в лабораторных условиях живые опасные вирусы, потом их убивают, и потом делают из них вакцин. Ну, во-первых, здесь должна быть еще высокая очистка от всех тех веществ, которые эти вирусы убивают, чтобы человеку не навредить. И, во-вторых, это достаточно опасное производство, потому что для того, чтобы создавать вакцины, необходимо для начала размножать живые вирусы. Вот, а для людей это опасно. Вакцина на основе ослабленного вируса, она чем-то похожа. Берут живой вирус и культивируют его на чашках Петри, на клетках человека какое-то время, до тех пор, пока вирус не растеряет свои свойства защиты от человеческих иммунных вот этих систем. То есть это какое-то количество поколений вируса. И когда он эти свойства растерял, его уже берут для того, чтобы вакцинировать людей. Но он все еще в людях размножается, все еще может эволюционировать и снова стать опасным. Поэтому, во-первых, такой вакцины ее и не сделали для ковида. Первые вакцины от ОСПа были такие. Ну, самые-самые первые, когда люди только пытались хоть как-то справиться с вирусами. Но это очень такой сложный путь. Вот. Есть еще интересная история. Это белковая вакцина. То есть мы не заставляем организм самому синтезировать все вот эти вот белки, чтобы научить иммунитет. А мы берем готовые и сразу их в кровь. Это же у нас российская одна вакцина такая была. Но ученые, когда ее создавали, они ошиблись и выбрали участки белка такие, которые на самом деле у живого вируса иммунитету и не видны. Вот. То есть иммунитет возникает, но этот вирус он не защищает никак. Получилась такая обидная история. Вот. Да. Я понимаю, что вот для... Подождите. Да. Как раз читал как раз по поводу применения низирщего излучения. Вот эти два нижних вакцины на основе убитого вируса и вакцины на основе слабого вируса, в принципе, на самом деле есть методики и протоколы, использующие именно ослабление с помощью воздействия низирщего излучения этих вирусов. Правильно? Да. То есть это, скорее всего, для этих двух типов. Ну, я бы сказала, вот для вот этого, для убитого. Потому что ослабленный, он не в смысле, что у него... У него генетический код модифицирован таким образом, чтобы он меньше вредил человеку. То есть чтобы он давал человеку время выработать иммунитет до того, как вирус размножится настолько, чтобы человек уже плохо стал себя чувствовать. Вот. Ну, ключевая, ключевая, как бы, цель нашего сегодняшнего семинара – это как раз МРНК-вакцина. Поэтому мы здесь... Можно спросить про этот МРНК. Да. То есть вот как вы в самом начале объяснили, этот вирус ковидовский проникает в клетку за счет вот этих вот... Да. Как они называются? Спайк протеи. Да, этих шипов. Да. А вот здесь вроде бы никаких шипов нет. Как же он в клетку проникает? Хороший вопрос, прекрасно. Смотрите, здесь у нас, если вирусная частица окружена у нас билипидной, там, и белковой мембранами, то здесь у нас капелька липидная. И мембрана клетки точно так же состоит из липидов. Когда у нас липидная капелька без всяких там меток, которые сигнализируют, что она опасная, подходит близко к мембране клетки, они просто сливаются. Ну, грубо говоря, как две капельки масла сливаются, вот физика процесса примерно такая же. И таким же образом у нас просто два отделенных друг от друга пространства объединяются в одно, и МРНК у нас в цитоплазму попадает. Очень такой простой доступный способ. А почему-то там в природе не реализуется? Реализуется. Огромное количество... Ну, допустим, как клетка из себя все продукты жизнедеятельности выводит? Нет, я имею в виду, почему среди тех вирусов, что вы показывали, что-то не помню таких гладких. А потому что это очень такая хрупкая структура, и она, например, просто вот так на улице на поверхности не может лежать и ждать, пока там что-то зацепится. А белковая – это все-таки твердая структура, которая сохраняет вирус от внешних воздействий до того, как он успеет в другой организм перейти. А здесь это что, вот эта синяя твердая? А это липидная мембрана, то есть внутри вода, грубо говоря. Ну, раствор ионов с МРНК, жидкость, покрытая тонким слоем липидной мембраны. То есть это не твердый шарик, это просто жидкость, которая находится, собственно, вот здесь окружена, она должна быть тоже жидкостью, чтобы существовать. Если мы ее попытаемся как-то достать на поверхность, она развалится. То есть это некая структура, которая может только в жидкости существовать. Создать вот такую вот штуку. Ну, вот липидные наночастицы, которые здесь используются, они были некоторое количество лет назад разработаны, и они сейчас широко исследуются для того, чтобы с их помощью доставлять внутрь организма какие-либо другие полезные вещества терапевтические. Это же огромный вопрос, как нам к нужным клеткам доставить именно то лекарство, которое мы хотим. Ну, то есть нам же не всегда нужно на весь организм воздействовать. Иногда есть какие-то целевые, особенно если это раковые, какие-то опухоли, еще что-то такое. Вот. Соответственно, нам нужно как-то организовать доставку. Вот это прекрасный безопасный способ. И если нам нужны будут... Ну, то есть здесь этого уже, этих надстроек нет, но сейчас ученые стараются разработать еще определенные метки, прикрепить к этим мембранам, чтобы они только с какими-то определенными клетками сливались, а не с любыми. То есть это очень такая активно развивающаяся область интересная. Вот. Собственно, мы обсудили то, что здесь у нас на этом слайде, как у нас будет работать вакцина. Здесь просто такая приятная визуализация. То есть смотрите, вот у нас участок, который ответственный за синтез вирусного белка. И в МРНК он происходит. Я думаю, мы просто двинемся дальше. Эту часть мы уже рассмотрели. Ну и эту тоже. Я предлагаю сконцентрироваться на том, а как вообще люди смогли это разработать. Ну, то есть почему эта технология новая, почему она до сих пор ранее не применялась, хотя она такая классная, удобная и многообещающая. Ключевой момент вот какой. Вот эта МРНК, нам нужно ее где-то взять в огромных количествах, причем именно ту, которую мы хотим, и затем уже там куда-то доставлять. Соответственно, была задача ее синтезировать инвитро в пробирке. Для этого используются клеточные системы синтеза. Ну, то есть нарабатываются определенные белки, которые умеют на основе молекулы ДНК, которые мы туда поместим, синтезировать огромное количество МРНК. Это как бы давно уже отработано было, но есть одна проблема. Когда такую РНК помещаешь внутрь клетки, возникает мгновенный иммунный ответ, который не позволяет этой РНК, собственно, ничего делать. То есть вот это как раз то, что Дмитрий Вадимович, вы спросили, почему клетка сразу это все не убивает, а позволяет этому как-то существовать. И вот вирусы-то уже научились адаптироваться и избегать вот этих клеточных механизмов. А просто искусственно синтезированная РНК без всяких там доработок, она как раз беззащитна перед клеточными системами, и она вообще не позволяет ничего синтезировать с ее помощью. То есть мы получаем воспаление, никакого результата. Вот. И решить эту проблему не удавалось достаточно долгое время. И как раз те, кто получил Нобелевскую премию, смогли с этим справиться. В чем была ключевая суть этой технологии? Помните типы нуклеотидов, которые мы в самом начале рассматривали? Вот. Там было 4 нуклеотиды, один из них уроцил. И как раз ученые, которые удостоились Нобелевской премии, несколько лет проводили исследования и смогли установить, что если заменить все уроцилы на псевдоуроцилы, то есть это с точки зрения химии молекула такая же, но конформационная она немножко отличается. То есть местами поменен у них азот с углеродом, и вот такие вот уже псевдоуридины, их клетка распознает как нормальные, и соглашается с них синтезировать все, что нужно, совершенно никак не разражает. Вот. Это вообще очень была прорывная технология. Они смогли это узнать, потому что они в качестве контрольной группы брали ТРНК, которые... Сейчас мы вернемся, даже я покажу. Вот эти. Вот такие ТРНК они брали в качестве контрольной группы и обратили внимание, что на них клетка реагирует абсолютно нормально. И они знали, что в их составе есть модификация псевдоуридиновая. Они предположили, что вот это может им помочь. Также они исследовали огромное количество всяких других модификаций, проводили множественных экспериментов. И вот самый эффективный как раз был замена урацила на псевдоуридин. Они публиковали об этом статью в 2008 году. Но надо отметить, что во время вот этих исследований, тогда они не были такими вот невероятно многообещающими, как это сейчас выглядит. На самом деле, профессор Каталин Карико сталкивалась с тем, что ее исследования не поддерживали, ее с заявки на гранты заворачивали, ее понижали в должности, она переходила из института в институт, и просто на какой-то невероятной силе воли продолжала исследовать именно вот эту тему, потому что верила, что она невероятно перспективная. Обратите внимание, 2008 год, а вакцины создали только спустя 15 лет. То есть вот это открытие, сейчас мы понимаем, что оно невероятно крутое, но на тот момент оно как-то немножко прошло мимо. Что происходило все эти 15 лет со следователями, и как вообще они в итоге пришли к тому, что вакцина была создана? Каталин Карико попыталась создать себе технологический стартап, который получил, который назывался RNA-Rex, который получил 900 тысяч долларов от американского правительства на исследование различных воздействий маранка на животных. Ну, то есть работы какие-то велись. Правда, затем там была какая-то сложная история с патентами, и университет эти патенты передал какой-то другой компании, которую они создали. То есть там какие-то очень сложные жизненные пути у этой исследовательницы. Затем с 2013 года уже она была вице-президентом компании BioNTech, которая как раз является партнером Pfizer при создании маранка-вакцины. То есть она принимала непосредственное участие в продвижении разработки этой технологии. А также параллельно была создана другая компания Moderna, которая Каталин Карико прямого отношения не имеет. Но компания Moderna сотрудничала с AstraZeneca, которой был передан патент на использование технологии МРНК, который был разработан до этого Каталин Карико. То есть вот такая сложная схема. И в мире было всего два вот таких очень успешных стартапа, которые изучали, как МРНК может помочь человечеству. Они разрабатывали не только вакцины. Сначала они пытались и лекарства от рака разрабатывать, и перепрограммирование стволовых клеток, и какие-то еще вещи. И как бы к моменту начала пандемии они все-таки разработали платформу, как создать МРНК-вакцину. Использовали невероятное количество средств. То есть у них очень автоматизированные лаборатории. И именно благодаря этому, когда возникла вот эта проблема, они с невероятной скоростью смогли разработать вакцину. То есть смотрите, китайские ученые 10 января 2020 года прочитали геном ковида. Сразу же эти две компании приступили к разработке. 48 часов у МРНК ушло на то, чтобы спланировать эксперименты. И 42 дня на то, чтобы создать вакцину, которую уже можно было испытывать на людях. Это просто невероятная скорость. Естественно, если бы все вот эти вот предыдущие шаги не сложились, конечно бы не получилось такое. Pfizer примерно такие же результаты показал. Вот буквально на неделю позже они приступили к испытаниям на людях. То есть вот эти две компании, они такую ведущую роль сыграли в пандемии. Простите, то есть это все американские компании, да? Не совсем. Получается, сейчас, сейчас скажу, модерно-американский, ну вообще не совсем, как бы в нескольких странах, в Великобритании, в Америке, и по-моему, в Германии там ведутся у них разработки. То есть это такая многонациональная консорциум, я бы сказала. Примерно. Она из Венгрии, да, по-моему? А в принципе это Германия. Германия, ученая из Венгрии. Ну, она там курсировала между лабораториями в разных странах. Я прям вот точно не смогу сказать, по-моему, в США все-таки. А мне что-то вот припоминается, когда это все начиналось, что в Германии какая-то пара, по-моему, ученых, таких арабского происхождения. Да, да, да. И потом у них купили, да, это вроде технологии, или как-то я это забыл уже, чем кончилось. Ну там, там как бы такая сложная какая-то игра. Там есть венчурный фонд, который принадлежит вот этому, который организовал вот этот человек. Этот венчурный фонд финансирует стартапы биотехнологические. В том числе он финансировал и открыл Модерну. Совместно, вот с точки зрения лабораториальной всей штуки, Дерек Росси Модерн руководил. А финансы привлекал вот этот товарищ. И совместно они смогли продвинуть развитие всех этих технологий. При этом патенты они использовали совместно с AstraZeneca, с компанией. Как раз те, которые были созданы Нобелевскими лауреатами. А вот еще на этом слайде есть интересный, по-моему, нижний этот абзац. Да. У нас тут довольно много лет назад был семинар, где человек рассказывал, Елена Владимировна была на нем, по-моему, человек рассказывал, как японцы перепрограммировали любые клетки, стволовые, при помощи какого-то там магического коктейля. А здесь какой-то, получается, другой способ. Там, при помощи МРНК. Я, к сожалению, не была на этом семинаре, чтобы сказать, что там делали японцы. Коктейль Яманаки, подождите, сейчас. Коктейль Яманаки – это не МРНК, это такой коктейль из белков, факторов роста. Абсолютно другая технология, но тоже очень хорошая. А это, получается, новый способ в дополнение к этому коктейлю Яманаки, да? Да, это альтернативный способ. И это когда было сделано? Ну, это что-то, по-моему, то ли 11, то ли 13 год. Тоже, блин, те же годы, понятно. Да, то есть просто это вот этот человек, который как раз руководитель лаборатории Модерны, который совершил это открытие. И оно тоже было возможно благодаря технологиям Корико и Вайсмана. Соответственно, он исчел их вклад наиболее важным в развитии всех вот этих технологий. Даже в каких-то интервью заявлял, что они достойны Нобелевской премии. Ну, то есть это как бы такой первый шажочек, который их в ту сторону повел, скажем так. В сторону получения. А вот еще для все-таки закрепления, так сказать. Правильно ли я понимаю, вот в чем суть этого МРНК-шного метода Пфайзера, Модерна? То есть сам все синтез, наверное, МРНК вещь достаточно простая. То есть вы сами такие делаете, наверное, и так далее. А это получается, их открытие в том заключается, что вот кто-то или они, или кто-то декодирует молекулу. Значит, из нее какой-то кусочек будут синтезировать, чтобы она была безопасной. И дальше окружает это липидные мембраны, которые будут проникать в клетки. Вот в этом суть революционной технологии или в чем? Не совсем. То есть, как бы, суть технологии вы абсолютно правильно описали. А революционность в том, что до того момента, как нобелевские лауреаты внесли свой вклад, это все не работало, потому что организм на это реагировал как на какую-то огромную проблему и не соглашался с этим работать. А, это вот урацил на ура-1. Да, то есть то, что они догадались, они просто догадались, что нужно, ну как, не просто, они провели огромное количество времени в экспериментах и гипотезах, то есть они догадались, как нужно заменить, на что азотистые основания оригинальные, чтобы организм не отторгал вот эту вот структуру. Ага, то есть получается синтез части РНК или ДНК с заменой вот этого азотистого основания урацила, вот в этом технологии новая. То есть вот это как бы ключ, который, ну придуман он был 15 лет назад, но сейчас он привел к тому, что все вот эти вещи возможны. То есть если бы этот ключ не был открыт, соответственно и вот этого всего бы не было, потому что это бы не работало в организме человека. А такой вот наивный вопрос, ну я не знаю там, что делает урацил или уродин, или урацин, вот, но кажется, что если один заменить на другой, то они, наверное, как-то и химически будут по-другому реагировать. Да, 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 смотрите. То есть это практически, то есть смотрите, вот здесь нарисовано у нас, как у нас азотистые основания парные взаимодействуют. То есть они формируют, это чтобы, например, двойную спираль создать или для того, чтобы скопировать с ДНК на МРНК что-то. У нас возникает водородные связи между вот этими вот атомами, когда у нас встречаются аденин, например, с урацилом. Если у нас аденин встречается с псевдоуроцилом, происходит ровно то же самое. Вот эти участки молекул, которые нужны для того, чтобы это работало как информационная молекула, и обладало комплементарностью, они не затронуты. То есть это такая модификация, которая на функциональность этой молекулы никак не влияет, но при этом позволяет организму ее узнавать. Ну то есть, если вернуться еще раз... Если я правильно понимаю. То есть правая часть работает абсолютно одинаково, от этой замены не зависит. Но внутренние механизмы клетки верхнюю часть распознают, как чужеродное что-то, и убивают, а нижнюю не распознают. Просто вот так. Там фишка, знаете, в чем? Вот так вот синтезируется... Ну как бы в самом начале в клетке синтезируется все вот так, а затем в клетке есть специальные молекулы, которые просто модифицируют их до такого состояния. Клетка это умеет. В пробирке это делать невероятно сложно, поэтому в пробирке сразу вставляют вот эти и получают, что цепь нужна. То есть клетка определенным образом метит свои молекулы, чтобы их узнавать. И как бы это вот вариант такой метки. Вот. Собственно, результаты вакцинации. После марта 2023 года данные просто уже не обновляются, потому что страны перестали публиковать отчеты. Ну, потому что, в общем-то, коллективный иммунитет достигнут. Более 70% популяции людей уже вакцинировано. Зелененькие — это те, где более 50% вакцинированных. Ну, соответственно, вот вы видите, да, от 20 до 35% в странах Африки, немножко в Азии осталось невакцинированных людей. Весь остальной мир уже имеет иммунитет. А какой у нас вклад Pfizer и Moderna? Смотрите, все, что выше синей полосы, это вакцины mRNA, которыми прививали людей. Все, что ниже красной полосы, это все остальное. То есть можете себе представить, насколько эта технология обеспечила иммунитет на планете. Тут, конечно, стоит отметить, что это двухкомпонентная вакцина. Соответственно, столбики нужно делить пополам. Но, опять же, спутник у нас тоже двухкомпонентный, поэтому... А здесь в графике каждая доза учитывается как отдельная точка. Спутник у нас вообще где-то вот там внизу находится. Хотя тоже несколько десятков стран им прививались и достаточно успешно. То есть это говорит о том, что... Ну, во-первых, что это технология, которую очень удобно масштабировать и увеличивать производство в рекордные сроки. И второе, что это коммерческие стартапы, в отличие от исследовательских, которые в нашей стране производили. А вот интересно, по поводу спутника, я вот не могу сообразить, где он идет. Вот она внизу есть. А то, что-то в зелененькую... Это... Нет, это вообще ее не видно. Вот эта красненькая под зелененькой. В нашей стране все-таки 140 миллионов-то живет. Что ж там? Да, но у нас тут 5 миллиардов провито. А вот у вас там стоят 200 миллионов. Это... Не совсем. Это количество доз, но оно же, как бы, видите, это шкала во времени, соответственно, количество произведенных доз росло. То есть у нас 800 миллионов доз было Пфайзера. Ладно, может быть, тут с графиком немножко что-то не так с цифрами. Здесь я бы больше на соотношение смотрела. Ну, хорошо, да, понятно. Ну, там что-то порядка 30 с чем-то с транспутником прививалось. Вот, если вообще об этом говорить. Я смотрела статистику. То есть она тоже эффективная, хорошая вакцина, но сейчас к последним вариантам ковида она уже потеряла свою эффективность. В 20 раз примерно снизилась она, к сожалению, потому что вирус мутировал, и, увы, нужны новые какие-то варианты. По времени, по времени, по времени. Обычно. А, ну, может быть, может, это плотность показывается в единицу времени. Ну, то есть суммарно, то у нас же не 800 миллионов, а 5,5 миллиардов. Если мы как бы пересчитаем, то он там так и получится. Понял, спасибо. Вот. Собственно, вот страны, которые прививались с МРМК вакцинами. Для спутника я такую картинку делать не стала, но там была вся Россия, Казахстан, Монголия, там какие-то страны Африки, еще ряд стран. Так что мы внесли свой вклад тоже. Ну, в смысле России. Собственно, на этом все. Вот если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готова ответить. Большое спасибо. Поблагодарим докладчика. Очень, на самом деле, качественная лекция. Очень жаль, что у нас тут так мало. В зуме, видимо, больше. Ну, не знаю. Народу живьем уже, да, мало ходит. Хорошо, давайте какие-то вопросы. Сейчас я вам макрофон дам. Спасибо. За доклад. Вопрос, собственно, а второй Нобелевский лауреат, что сделал, как бы, не детализировали больше на… Да, я сосредоточилась. Правильно. Хороший вопрос. Я сосредоточилась на первом Нобелевском лауреате. На самом деле, разработка вот этой вот ключевой статьи велась совместно Корико и Вайсманом. Просто затем Вайсман остался в академической среде, то есть он достаточно высокую должность занимает в университете, преподает, занимается исследованиями, а Корика ушла в биотехнологическую отрасль, и поэтому, как бы, я больше на ней сосредоточилась. Но ключевое открытие у них полностью было, как бы, с равным вкладом. Вот. А есть ли вот у нас в стране такие био-стартапы? Или вся подобная деятельность все-таки в научных институтах ведется в России? Есть какие-то стартапы небольшие, конечно. Да-да-да, био-кат. Ну, есть, да, у нас есть биотехнологические компании, которые занимаются разработкой различных подходов, различных лекарств. Ну, просто здесь вопрос финансирования. То есть я когда, вот, допустим, готовилась к докладу, я встречала такие цифры, что полтора миллиарда долларов было у Модерны просто на то, чтобы там ввести какие-то свои, ну, то есть свободных вообще средств, чтобы ввести разработки. То есть они привлекли невероятное финансирование для развития своей технологии. А вы случайно не знаете, сколько они заработали в итоге на ковиде? Ну, там некоторые вот эти вот, допустим, акционеры стали миллиардерами долларовами на это. Ну, то есть это нереальные цифры просто. Вот в том числе вот этот вот товарищ из списка Forbes. Ой. Там у вас еще много интересных. Тут есть запасные слайды. Это это. Если вдруг у вас возникнут вопросы о том, как работают остальные типы вакцин, я сделала запасные слайды. Да, прекрасно. Вот, это я случайно туда нажала. Здравствуйте. Это австритута, Алена. Да, кстати, это... Хотите что-то, микрофон сказать? Прекрасный доклад, Алена. Я просто знаю на себе тему вот этого иммунитета, иммунологии. Когда читаешь лекцию студентам, там просто 99% зависают. Она сложная. Это одна из самых сложных тем биологии. По-моему, прекрасно было объяснено. То есть я прям получила большое удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Еще мини-вопрос. Получается, премию назвали, что там в том числе за ковид получили. Но я правильно понимаю, что главное – это все-таки открытие нового принципа. Как вам кажется, или может уже использовался тоже масштабный тест для другого типа заболеваний. То есть я так понимаю, это был именно большой такой тест на данного нового типа вакцин в новом принципе. Их не так много, его открыли, да? Как вам кажется, какие может быть будущие заболевания или уже до этого, но может быть не так масштабно проверялись на этой вакцине? Если вам попадалось. Да, конечно, это не только ковид, это технология, просто ковид – это, так сказать, тот трамплин, который позволил этой технологии в рекордные сроки дойти до реального применения и с таким огромным, с огромной выборкой, на которой можно делать какие-то выводы, что технология безопасная, эффективная и масштабируемая. Вот. Конечно, сейчас даже модерна разрабатывает огромное количество, у нее более 100 проектов, базирующихся именно на технологии МРНК. МРНК – это в том числе лекарства от рака, от каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, от других каких-то вирусных заболеваний. И они пытаются эту технологию применить любым возможным способом. Также это и перспективы использования в генной терапии. Ну, то есть, если поломки какие-то в генах есть, теоретически можно эти гены заменить здоровыми. Сейчас тоже активно это развивается. Это просто очень сложно, поэтому нужно нет времени. То есть, есть хотя бы гипотетическая возможность при помощи такой технологии залезать внутрь клетки, внутрь ядра и модифицировать ДНК? Да, заменять поломанные гены здоровыми. Даже, знаете, вот есть заболевания… Не обязательно поломанные гены здоровыми, а вот можно ли тогда редактировать его, скажем, делать людей сверхлюдьми, интеллектуальными, спортивными? Ну, это же очень такой сложный этический вопрос. Теоретически, конечно, стремятся люди развить технологии так, чтобы можно было это достаточно легко делать. Пока это невероятно сложно, но там ряд технологий есть, которые это позволяют. Опять же, если говорить… Ну, то есть, смотрите, какая сложность. Если, допустим, на этапе эмбрионального развития, вот тоже ЭКО, людей сейчас, ну, когда ЭКО делают, проверяют эмбрионы, чтобы они хотя бы были здоровы. Но в этот же момент можно, там, ну, через какое-то количество времени можно будет, например, какой-то дизайн делать, там, выбирать, какого ребенка люди хотят, или как-то его модифицировать. Но это, конечно, сейчас… Ну, нельзя же такие вещи на людях делать, на тех, которые родятся. Вот. Но, допустим, если человек уже вырос, это гораздо сложнее, потому что нам нужно не в одну клетку организма доставить вот эту штуку, чтобы она сработала, а в, там, миллиарды клеток. Это совсем другой уровень сложности. Есть, как бы, такие полумеры. Вот, допустим, заболевание спинальная мышечная атрофия, которое, ну, там лет до 20 люди доживают, потом, как бы, теряют свою возможность двигаться и гибнут. Есть лекарства, оно стоит невероятных просто, там, десятки, сотни миллионов, которые как раз основаны на антитехнологии генной терапии. Но это не МРНК, там, какой-то немножко другой способ. Он позволяет, ну, в каком-то проценте случаев как раз заменить сломанный ген здоровым, и люди там поправляются. Вот. Но это настолько новая сложная технология, что она практически по финансовым недоступна большинству заболевших сейчас. Но она как-то связана с этой МРНК или это отдельно? Нет, это отдельно. Она достаточно уже, ну, более давно разработана, там, ей сколько-то лет. Немножко она иначе устроена. Но, опять же, МРНК, если она, ну, со временем, она станет гораздо более доступна, потому что это не очень дорого. Ну, то есть все эти вакцины, они же, там, ну, нас вообще вот бесплатно, получается, прививали за счет ОМС. В общем, они доступны для людей. То есть эта технология позволяет сделать лекарства, ну, как, по каким-то вменяемым ценам. А как вот вы упомянули, что есть у них там какие-то разработки по адресной доставке. То есть вот они к этой поверхности липидной чего-то, говорите, добавляют. А до этого вы говорили, что это, ну, как бы чистая химия, да? Если вот у вас есть липидный шарик, то он сам по себе в клетку, значит, проникает. Ну, это сложная штука. То есть есть клетки, точнее, не то, что есть клетки, на поверхности всех клеток, то есть это липидная мембрана, в которую встроенные белки свои клеточные. То есть, ну, здесь как бы несколько, это все, конечно, схематично. Вот здесь, например, да? То есть, смотрите, вот тут у нас есть рецептор, вот тут у нас есть штука, которая презентует антиген. Но по факту вот таких вот разнообразных штук, их там тысячи на поверхности клеток всяких разных, и в том числе есть такие, которые, ну, каким-то образом специфичны для разных типов клеток, например. Ну, например, что клетки легких там имеют одни метки, там клетки печени другие метки, клетки иммунитета третьи метки. И если, ну, и это довольно сложно, во-первых, распознать, какие клетки, какие метки имеют, и как это все вообще, то есть какие из них будут специфичными. То есть ученым нужно, во-первых, найти эти метки, выяснить, что вот именно для вот такого типа клеток они специфичны. Потом найти какую-то специфичную молекулу, которая будет к этим меткам совпадать, чтобы переносить туда, ну, то есть чтобы как бы разрешать, грубо говоря, вот этой вот липидной мембране попадать именно только туда. То есть это не, ну, то есть уже адресная доставка это несколько сложнее, чем просто липидные шарики, поэтому как раз этой технологии сейчас еще в процессе разработки активной, там, огромным количеством научных коллективов, потому что это такой очень сложный вопрос, который, ну, к сожалению, пока не решен. Ну, это другая технология, это новая вещь, то есть это не связано с МРНК. Нет, это не связано с МРНК, Я просто про липидные наночастицы как бы некоторое отступление сделала. Видимо, просто запутала этим. Ясно. Так, хорошо. Вопросы еще есть? Большое вам спасибо. Действительно шикарный доклад. На многое открыл глаза. Спасибо большое, что пришли и проявили интерес. Да, было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо.